Семья – источник любви и уважения. С семьи начинается жизнь человека. Здесь происходит формирование его как личности и как гражданина. За четыре месяца этого года в Брестском областном родильном доме на свет появился 1751 ребенок. Каждое рождение, каждый первый крик малыша – это не только большая радость для семьи, но и для персонала роддома. Ведь одним из важных направлений работы учреждения была и остается забота о здоровье матери и ребенка. Набирает популярность и партнерские роды, но уровень подготовки партнеров не всегда желает быть таким высоким, осознанным, как и должно быть. Поэтому в этом плане у нас открыто тоже на платной основе, там небольшие деньги, но проводится школа, состоящая из восьми занятий. Каждая семья – фактор стабильности и развития целой страны, ведь именно благодаря ей крепнет и прогрессирует государство. Есть расхожее выражение – если рушится семья, рушится государство. Часть семейных конфликтов происходит из-за неумения распределить обязанности между супругами, кто чем занимается, кто что должен в семье делать. Из-за этого происходят словесные конфликты, слава богу, без физического воздействия. Только за последние три месяца 2018-го для трех семей конфликты на бытовой почве закончились убийством. К административной ответственности за скандалы привлечено порядка 1400 человек. Об этом и не только шла речь на пресс-конференции, состоявшейся в рамках даты. В ней приняли участие представители Управления внутренних дел, Роддома, Комитета по труду и социальной защите, Церкви. Говорили много, ведь речь о самом важном. Основы семьи, по-моему, заложены еще с момента возникновения человечества. И это всегда, что любовь друг к другу, равноправие в семейных отношениях. Здесь хотелось бы привести правильно, как в церкви сказано, что любовь терпит, не кричит, не ругается друг с другом, любит, уважает друг друга. Насыщенный на события, как всегда, выдался майский день 15 мая и в территориальном центре социального обслуживания населения Ленинского района Бреста. День открытых дверей в клубе Family City вновь собрал своих активных участников. Многодетные семьи, энергия которых бьет ключом. Кроме старожилов объединения были и новички. Хочется детям, во-первых, хочется тоже поучаствовать, показать себя, показать, какие мы, хотя мы участвуем и в разных других конкурсах. Ну и плюс, ну вообще как-то хочется действительно общаться с людьми. Общение – это самое главное в нашей жизни, его очень не хватает. Мы предложили мамам то, что их заинтересует самих в первую очередь, то есть это направление физической активности, это рукоделие. То, что всегда важно, и, конечно же, в связи с тем, что у нас сегодня работают профессиональные психологи, мы оказываем психологическое консультирование и проводим очень серьезную и важную работу по психологическому сопровождению многодетных семей. То есть сегодня мы нацелены не только на то, чтобы работать с мамой как таковой, а мы работаем комплексно с семьей. То есть многодетная семья – сегодня наш субъект, с которым мы взаимодействуем. Проект «Фэмили Сити» имеет продолжение. Сегодня также работает клуб мам, воспитывающих детей с инвалидностью. Есть, кстати, еще одна задумка – создать объединение для многодетных пап.